А сейчас о событии в Мендерской крепости, которое состоится завтра. Завтра там будет фестиваль, детский фестиваль в 39-м царстве. С подробностями на связи один из организаторов, Вячеслав Долгодворов. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, во сколько начнется, собственно, фестиваль? Сам фестиваль начинается в 16 часов. С 16 до 19 часов будут работать интерактивные локации. А с 19 до 21 пройдет молодежная дискотека. Молодежная, надеюсь, не в стиле 80-х? Молодежь 80-х? Нет, это как раз начнется для подростков, их репертуар. Ну а дальше уже в 10 часам останется, скажем так, более взрослое население. Стойкие, более стойкие. Более стойкие, да, можно так сказать. Вячеслав, но вы сказали о том, что в 4 часа дня начинается вся программа мероприятий, фестиваль детский. А взрослым будет вообще чем там заняться? Ну, прежде всего, мы рассчитываем на то, что дети, естественно, придут со своими родителями. Хорошо. С бабушкой, с дедушками, с мамами, папами. Почему? Потому что возрастной ценз ноль с плюсом. То есть даже если приходят самые маленькие, которые только-только чего-то вот познают эту жизнь, для них у нас будет достаточное количество занятий, чтобы им было интересно и было весело. Фактически вот эти интерактивные локации, они рассчитаны для детей до 14 лет. В афише написано, что будут и профессиональные аниматоры, и актеры. А что, собственно, будет? Ну, прежде всего, весь парк превратится, как вы уже сказали, в Триделятое царство. Ну, а Триделятое царство, конечно же, там есть и определенные места. Это у нас и остров Буян есть, и Лукоморье есть, и остров Развлечения, и царство Стрекозы. И все эти локации, все эти места соединяют у нас неведомые дорожки, где каждый может оставить свой след, ведомый или неведомый. Главное, чтобы все это празднество в 12 часов ночи не превратилось в тыкву, как это бывает. Ну, вы сказали о том, что интерактивные зоны, то есть получается, что каждый из тех, кто придет, сможет не только посмотреть, но и поучаствовать в самих конкурсах. Конечно. Посетив ту или иную локацию, а они рассчитаны, как я уже сказал, на разные возраста, то есть мы дифференцируем возраста, и даже в рамках одной локации у нас работает до 10 точек. То есть можно на одной локации или принять участие в каких-то массовом действиях, или заняться мастер-классом, или индивидуально чем-то. То есть фактически можно себя реализовать даже на одной локации. Но так как вы правильно сказали, что мы привлекли профессиональных аниматоров, профессиональные праздничные агентства, мы не случайно это сделали, потому что мы хотим удовлетворить, скажем так, потребности наших гостей полностью. У каждого агентства есть свое лицо, свой какой-то индивидуальный стиль, он интересен, неповторим. Мы попросили, чтобы они подготовили самое лучшее, а то, что у них было, то это представили более востребованное для детей, для аудитории. Поэтому я не зря говорю, что найдет каждый для себя занятие, потому что широкий выбор. Даже есть для тех, кто любит ужастики, мы же проводим это в Бендерской крепости, и недавно открыли проход, это такой вот тоннель, который идет с парка в Ров. Так вот там у нас будет квест проходить событийный, как раз с представителями, персонажами из мультфильмов-ужастиков. Если мы увидим там седых детей, да, в том районе, значит мы как раз таки... Там, где надо. Да, там, где надо. Вы попали именно туда, да, вы попали именно туда. Это вот такое вот, скажем, нечто необычное, потому что... Что-то новенькое, прям заинтриговали. Да, да, да. Потому что, во-первых, дети всегда любят вот какие-то такие страшилки, да, но, скажем так, разумные страшилки, вряд ли они посидеют, и наоборот, будет, наверное, очень весело и интересно. Вот. И мы использовали, опять же, тот архитектурный ансамбль, который есть в парке Александра Невского. Вот. Конечно же, у нас будет и царство трех толстяков. Вот об этом хотела спросить. Вот это царство трех толстяков, это конкурсы для посетителей? Весы на входе, весы на выходе? Нет, это тем, кто разыграется и захочет подкрепиться, вот как раз это для них. То есть там также будет широкий выбор, начиная от сладостей и заканчивая, там, чай, кофе, шашлык и так далее. Чай, кофе, шашлык. Кому что? Мне кажется, это и надо предлагать гостям. Ну, может, чай, кофе, шашлык? Потанцуем. Ну, вы сказали, что там взрослые, да? Да, то есть взрослые могут абсолютно спокойно своего ребенка отправить на локацию, а сами посидеть и посмотреть. И немного перекусить. Там, где находится вот эта локация 3 толстяка, у нас будет находиться еще локация острова Буян. Здесь будут проходить танцевальные и вокальные караоке. Поэтому фактически, знаете, можно сидеть за столиками и созерцать на свое чадо, которое проявляет таланты. Вот, кстати, мы копались в программе и нашли там танцевальные караоке, о котором вы сказали. Ну, караоке с песнями мы все прекрасно понимаем. Танцевальные караоке, это как? Это как-то безсловно. Под любое надо будет танцевать или под Аллегрову? Значит, существуют, скажем так, определенные танцы. Они, эти движения, этих танцевальных движений, они идут на экране. У нас присутствует аниматор, который соорганизует детей, и они могут смотреть на экран и повторять эти движения, или на аниматор и повторять эти движения. Меняются стили, меняются направления, и дети пытаются простые элементарные движения каким-то образом повторить. Такой преднестровский тикток, получается так. Здорово. Вот, своего рода, да. Да, Вячеслав Геннадьевич, я так понимаю, что все это действие бесплатно. То есть, или есть какие-то входные билеты? Все действие абсолютно бесплатно. Хочу еще сказать, что на протяжении работы вот этих интерактивных локаций будет работать сценическая площадка. То есть, будет проходить театрализованный концерт, именно само путешествие по 39-му царству. Там будут театрализованные персонажи, которые поведут нас по различным сказкам и мультфильмам. Вход абсолютно бесплатный, но есть маленькое условие. А при входе, при сереградских воротах будут стоять страшники, самые настоящие из мультфильмов. Которые, кто без масок, кто с температурой, да, они их пропускать не будут. Вот, обязательно должны будут проходить дезинфекцию рук и масок. Поэтому мы обращаем внимание, вот мы в такой игровой, как бы, форме преподносим это, в шутливой, да. Да, но все это очень серьезно. Так, что это очень серьезно, да. Поэтому, чтобы люди не обижались, мы очень их просим. Если вы себя чувствуете не очень хорошо, то, наверное, не стоит посещать наш фестиваль. Ну, мне кажется, уже все дети знают о том, что такое дезинфекция рук. У меня даже ребенок при входе в его комнату требует пшикать руки себе и меряет мне искусственным градусником температуру. Поэтому детям объяснять точно не придется. Вячеслав, спасибо огромное за приглашение. Будем надеяться, что будет очень интересно то, что вы рассказали, чтобы все случилось именно так. И до новых встреч, вернее, до встречи в Бендерской крепости. Спасибо, ждем вас. До свидания. Да, мы напоминаем, что завтра фестиваль в парке Александра Невского. Начало в 16.00, не пропустите. А мы вслед за Анетой Шаповаленко понаблюдаем за игрой в бейсбол.